Меня зовут Халил Туганбаев, я являюсь менеджером юридических услуг в KPMG Казахстан и Центральная Азия. Мы базируемся в трех городах Казахстана, это Алматы, Нур-Султан и Атрау. Мы оказываем услуги юридические, налоговые, аудиторские и финансово-конституционные услуги. Во-первых, я бы хотел поблагодарить команду BestProfi, что предоставили такую хорошую возможность выступить на вашей платформе с довольно интересной темой. Это мое первое выступление в сотрудничестве с компанией BestProfi. Наша сегодняшняя тема обсуждения – это особенности регулирования труда работников, занятых на дистанционной работе. Несмотря на то, что мы работаем из дома с 15 марта, то есть с момента введения чрезвычайного положения в Казахстане, перешли на дистанционную работу, некоторые компании уже отменили дистанционную работу даже, то есть вернулись в свои офисы, но эта тема все еще актуальна. Мы прогнозируем, что эта тема будет актуальна еще долгое-долгое время. Почему? Потому что пандемию, карантин, локдаун еще никто не отменял. Почти все работаем в режиме дистанционной работы. Вот недавно ввели дополнительные ограничительные меры в нашей столице, в городе Нур-Султан. Ходят также слухи в Алмате, что Алмата следующее. Надеюсь, все будет хорошо во всяком случае, и у нас будет все благополучно. Второй момент – это то, что бизнесмены задумываются о сокращении бюджета в виде вообще отказа от арендового помещения после того, как пандемия закончится. Соответственно, все будут работать в дистанционном режиме. В рамках поставленной этой темы сегодня мы поговорим про следующие вещи. Это дистанционная работа по законодательству Республик Казахстан. Что она из себя представляет, в чем ее преимущества для работников и работодателя. Особенности дистанционной работы, порядок перехода на дистанционную работу. Давайте начнем. Дистанционная работа по законодательству Республик Казахстан. В настоящее время не только быстрое развитие IT-технологий привели к формированию принципиально новых правоотношений между работодателями и работником, а также текущие реалии в нашей стране и в мире, как я говорил ранее, которые касаются вируса под названием COVID-19. Работодатели, в принципе, позитивно смотрят на перевод своих работников к дистанционной работе, так как это позволяет продолжить деятельность компаний, сократить расходы своих работников, такие как оплата за переезд, за проезд до работы и обратно, и также сокращение расходов работодателя, как я говорил ранее, это аренда помещения, оплата электроэнергии и так далее. Также это сохраняет для работников источник дохода, что немаловажно для нас. Само понятие дистанционная работа впервые появилось у нас в трудовом законодательстве Казахстана в 2012 году. На тот момент эта тема не была такая прям актуальная, как сейчас. Работодатели на тот момент хотели видеть своих работников, сидящих на рабочем месте, контролировать их, когда пришел работник, когда ушел, чем занимается, занимается ли он работой или нет, и так далее. Что такое дистанционная работа? Дистанционная работа по казахстанскому законодательству, а именно согласно пункту 1 статьи 138 Трудового кодекса Республики Казахстан, дистанционная работа является особой формой осуществления трудового процесса вне расположения работодателя, с применением в процессе работы информационно-коммуникационных технологий. Как мы знаем, место положения работодателя – это положение юридического лица, а согласно 39 статье Гражданского кодекса, местом нахождения юридического лица признается местом нахождения его постоянно действующего органа, то есть исполнительного органа. Поговорим про особенности дистанционной работы. Согласно нынешнему законодательству, дистанционная работа представляет ряд преимуществ для работника. Не только в том, что ему не обязательно идти каждый день на работу и быть именно на рабочем месте все 8 часов, но и другие преимущества. Так, согласно законодательству, работодатель обязан предоставлять работнику средства коммуникации, то есть средства связи, и нести расходы по их установке и обслуживанию. Здесь интересный момент, коллеги. Что такое средства коммуникации, именно с точки зрения казахстанского законодательства? Сам трудовой кодекс не предоставляет определение, что такое средства коммуникации, средства связи. Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 года о связи тоже не предоставляет перечень средств связи. Однако, читая данный закон, есть ссылки на средства связи в основных понятиях, используемые в настоящем законе. Так, например, абонентское устройство является средством связи. Согласно закону, абонентское устройство – это средство связи, индивидуальное использование, формирующее сигналы электрической связи для передачи или приема, заданной абонентом информации и подключаемой к сети оператора связи. То есть это, по сути, телефоны или ваш смартфон. Также, вышеуказанный закон, вышеупомянутый закон, не имеет определения, что такое средство коммуникации. То есть, если он представляет понятие средства связи, как бы косвенно, средство коммуникации он напрямую не представляет, но представляет определение, что такое средства телекоммуникации. И, в принципе, приравнивает это определение к средствам связи. Так вот, например, согласно пункту 57 статьи 2, средства телекоммуникации, средства связи, это технические устройства, оборудование, системы и программные средства, позволяющие формировать, передавать, принимать, хранить, обрабатывать, коммутировать электромагнитные или оптические сигналы или управлять теми. То есть, мы понимаем, это компьютер, планшет, позволяющий быть на связи. Таким образом, работодатель предоставляет работнику телефон или компьютер, или планшет, и несет расходы по их установке и обслуживанию. Также, в случае, когда работник использует собственный, например, телефон, компьютер, планшет на постоянной основе, работодатель выплачивает работнику компенсацию, размер и порядок выплаты, который устанавливается по соглашению с работником, то есть в трудовом договоре о дистанционной работе. По соглашению сторон работнику могут также возмещаться и иные расходы, связанные с выполнением работы для работодателя. Например, это может быть стоимость электроэнергии, воды и другое. Обычно, недавно сталкивался, клиент спрашивал, а что можно включать сюда еще? То есть, законодательство говорит, что там электроэнергия, воды и другое. Что может туда входить? Например, мы понимаем, что это может входить туда, расходы на канцелярские товары, распечатка документов, например, оплата за интернет даже может быть. Может, вы уже сталкивались с проблемой интернета в период карантина. Например, я столкнулся с этой проблемой. У меня дома есть интернет. Наверное, правильно сказать, я плачу за интернет, подключаюсь к нему, но его просто нет у меня на компе. Я просто плачу за интернет, которого нет. В слое плачу вы, по сути, можете ставить ударение на первую гласную букву или вторую. Лично я, когда не получается подключиться на свой домашний интернет, я ставлю ударение на вторую гласную и подключаюсь к интернету посредством раздачи мобильного интернета, своего телефона. И даже сейчас вы можете отгадать, через какой интернет сейчас я подключен. Сейчас, конечно, я просто в офисе сижу, а так, если дома, я использую только свой сотовый интернет. Давайте также следующий слайд. В случае дистанционной работы работниками для работников устанавливается фиксированный учет рабочего времени. Особенности контроля, за которым определяется в трудовом договоре. При этом вот эта вот особенность контроля может выражаться в видеофиксации, например, скайп, или периодичностью, например, рабочих телефонных звонков работника с работодателем, например, информирования о начале или завершении работы и так далее. Форма и порядок введения учета рабочего времени определяется актом работодателя. Это может быть табель или таймщит. Порядок соблюдения работниками требований по безопасности и охране труда, а также по обеспечению безопасного выполнения трудовых обязанностей определяется актом работодателя. Коллеги, данное положение появилось у нас в трудовом кодексе относительно недавно, в мае текущего года. Положение говорит о том, что работодателям, которые перевели работников на дистанционную работу, но еще не имеют соответствующих внутренних правил, необходимо в приоритетном порядке разработать такие правила и донести их до сведений сотрудников, работающих именно в дистанционном режиме. Такие правила должны содержать как минимум общие требования безопасности и охраны труда. Требования безопасности и охраны труда перед началом работы, во время работы, требования безопасности и охраны труда в аварийных ситуациях, требования безопасности и охраны труда по окончанию работы. Обязательно должны также содержаться характеристики нежелательных или опасных или даже вредных мест для работы дистанционного работника. Порядок перехода на дистанционную работу – одна из таких горячих тем в рамках особенностей регулирования работников, занятых на дистанционной работе. Компаниям следует обратить внимание, что работа удаленно, без соответствующего оформления документов, может не считаться дистанционной работой. В этом случае заработникам сохраняются все права и обязанности по его текущему трудовому договору, кроме прав на получение вышеупомянутых дополнительных компенсаций, которые я говорил ранее. То есть, если в договоре не указано, что работа работника осуществляется дистанционно, вне места расположения работодателя, с применением в процессе работы информационно-коммуникационных технологий, то этот работник не может претендовать на возмещение ранее упомянутых расходов. К сожалению, трудовым законодательствам не урегулированы, как переходят на дистанционную работу те, кто уже работает в обычном режиме, и как оформлять этот переход, которому работодатель и работник вынуждены прибегнуть ввиду сложившихся положений. Когда я говорю не урегулированное, это имеется в виду, что нет прямой такой статьи, как именно переходить в случае дистанционной работы. Многие юристы, в принципе, говорят, что можно оформить... Я просто отвлекаюсь, здесь в чате пишут, что не слышно. Коллеги, если не слышно, скажите, пожалуйста. Все слышно, видно. Просто обмитись. Хорошо. Многие юристы при этом говорят, что можно оформить переход на дистанционную работу по статье 38, где говорится там перевод работника на другую работу. Некоторые говорят, что можно оформить по 41 статье временный перевод на другую работу в случае производственной необходимости. Некоторые говорят и другие там применяют статьи, но ни то и ни другое неправильно. Такие рекомендации приемлены к конкретной ситуации в зависимости от того, какие условия труда фактически изменились из-за того, что работник теперь стал работать дома, либо из дома, либо в... Главное, что не на рабочем месте. Нельзя принимать во внимание упомянутую статью 38, которую применяют другие юристы, так как нет признаков перевода на дистанционную работу. То есть нет изменения работника, работник в принципе продолжает выполнять прежнюю работу. То есть здесь нет изменения работы, то есть трудовой его функции. Нет поручения иной работы, при выполнении которой изменяются условия туда. Размер заработной платы, режим рабочего времени и времени отдыха работник продолжает выполнять прежние трудовые обязанности и указанные условия труда в принципе не меняются. Нет перевода на обособленное подразделение работодателя. Работник все равно работает, выполняет работу вне рабочего места, не в офисе работодателя. Также нет перевода в другую местность вместе с работодателем. Работники и работодатели остаются в той же местности в принципе. Не подбадает также упомянутой мной статья 41 под случай временного перевода, так как отсутствует производственная необходимость. В нашем случае переход на дистанционную работу мы понимаем, что фактически изменились условия труда. То есть место выполнения работы и режим рабочего времени и времени отдыха. Права и обязанности работодателя и работника изменились. В принципе то, что составляет содержание трудового договора согласно статье 28 Трудового кодекса. Теперь рассмотрим алгоритм перехода на дистанционную работу по инициативе работодателя в порядке статьи 33 в рамках внесения изменений именно в трудовой договор, но не на основаниях, как я говорил, по 38 статье или 41 статье. Просто внесение изменений в трудовой договор. Для этого необходимо, чтобы работодатель подготовил уведомление, он его направляет работнику. Не забывайте, что уведомление... Так, Алла, я сделал звук максимально громким. Может быть вы у себя сделайте чуть-чуть погромче, потому что я вот все возможности своего компьютера, все звуки включил максимум. Рассмотрим переход на дистанционную работу по инициативе работодателя. Работодатель готовит уведомление и направляет его работнику. Не забывайте, что уведомление должно соответствовать требованиям пункта 81, пункта 1 статьи 1 Трудового кодекса и представляет собой письменное заявление работодателя, либо заявление, поданное иным способом, посредством курьерской почты, почтовой связи, фоксимильной связи, электронной почты и иные информационно-коммуникационные технологии. Одновременно с уведомлением следует направить дополнительное соглашение об изменении Трудового договора, подписанное работодателем. Работник в течение пяти рабочих дней обязан сообщить работодателю о принятом решении, о согласии на изменение ТДО договора, либо об отказе внесения изменений. Если работник согласен на изменение ТДО, то в течение пяти рабочих дней, со дня получения уведомления работодатель и работник, подписывают дополнительное соглашение к ТДО. Работодатель издает соответствующий акт, то есть это приказ, либо распоряжение об изменении условий договора и введение дистанционной работы в отношении того или иного работника, с кем он заключил трудовой договор. Не стоит забывать, что дистанционные работники включаются в штат компании наравне с обычными работниками. Теперь также не стоит забывать, что к договору о дистанционной работе применяется положение законодательства, касающееся классического трудового договора. Соответственно, трудовой договор должен содержать все обязательные условия трудового договора, присмотрим статьей, которую я ранее упомянул, 28-я статья ТДК. По соглашению сторон в трудовой договор о дистанционной работе дополнительно могут включаться и иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан. Вместе с тем, в трудовой договор необходимо прописать следующие нормы, которые я упомянул ранее в слайде «Особенности трудового дистанционной работы». Это размер и порядок выплаты работнику... Ирина, получается, как только вы оформляете трудовой договор, вносите в трудовой договор изменения о том, что работник переходит на дистанционную работу. То есть там должны быть обязательные требования к трудовому договору, а также это размер и порядок выплаты работнику компенсации в случае использования работникам собственных средств коммуникации на постоянной основе. Возмещение иных расходов, связанных с выполнением работы для работодателя. Это стоимость электроэнергии, как я говорил, стоимость, например, той же воды, другие расходы, например, интернет, канцелярские товары. Нужно будет указать особенность контроля фиксированного учета рабочего времени. И обязанность соблюдения работниками требований по безопасности и охране труда. Возмещение расходов электроэнергии считается доходом работника? Нет, они не считаются доходом работника. Это считается расходами работника, да, совершенно верно. Их в рамках... Если трудовой договор содержит условия дистанционной работы, то, соответственно, вы можете потребовать своего работодателя возместить эти расходы. Также представим сценарий такой, да, когда работник, работодатель отправил уведомление, работник не согласен на изменение трудового договора. То есть он хочет приходить на работу, то есть в офис. Что делать, да, если работник не согласен на изменение трудового договора? Работник в течение пяти рабочих дней обязан сообщить работодателю об отказе. Если работник не согласен на изменение трудового договора, то работодатель может перейти к процедуре перехода на дистанционную работу в соответствии со статьей 46 Трудового кодекса. В связи с изменениями в... То есть согласно этой статье, в связи с изменениями в организацию производства, связанными с реорганизацией или изменениями экономических, технологических условий, условиями организации труда или сокращением объема работ у работодателя, допускает изменение условий труда работника при приложении им работы в соответствии с его специальностью или профессией, соответствующей квалификацией. При изменении условий труда вносятся соответствующие дополнения и изменения в трудовой договор. Работодатель в таком случае обязан письменно уведомить работника об изменении условий труда, произошедшем по причинам не позднее, чем за 15 календарных дней, если трудовым коллективным договором, конечно, не предусмотрено иное, более длительный, например, срок. В случае письменного отказа, то есть в течение этого времени он может согласиться. В случае, если он, работник, отказался от продолжения работы в связи с изменением условий труда, либо при наличии акта, удостоверяющего отказ работника от предоставления письменного отказа от продолжения работы в связи с изменением условий труда, то трудовой договор с работником прекращается по основанию, предусмотренному статьей 58. Переход, так, порядок перехода на дистанционную работу. Обычно на практике бывает так, что работник сам хочет перейти на дистанционную работу, что ему нужно сделать для перехода на дистанционную работу, как это оформить и по какой статье нужно его идти. Если ранее мы рассмотрели инициативу самого работодателя, то что нужно будет сделать самому работнику. Переход на дистанционную работу по инициативе работника проходит также в порядке статьи 33 Трудового кодекса Республики Азастан. Для этого работник также готовит уведомление и направляет его работодателю. Не забывайте также, что уведомление должно соответствовать требованиям под пункт 1 статья 1 Трудового кодекса и представлять собой письменное заявление работника либо заявление, поданное иным способом, посредством курьерской связи, почты, почтовой связи, электронной почты и иных информационно-коммуникационных технологий. Одновременно с уведомлением следует направить дополнительное соглашение об изменении Трудового договора, подписанное работником. Работодатель в течение 5 рабочих дней обязан сообщить работнику о принятом решении о согласии на изменение Трудового договора либо об отказе от внесения изменений. Если же работодатель согласен на изменение Трудового договора, то в течение 5 рабочих дней со дня получения этого уведомления от работника стороны, то есть сторона, работодатель подписывает дополнительное соглашение к Трудовому договору. При этом работодатель в случае, если он подписал, также издает соответствующий акт, приказ, распоряжение об изменении условий труда и введении дистанционной работы. Также, как я говорил ранее, дистанционные работники включаются в штат компании наравне с обычными работниками. Это, в принципе, то, что я хотел сказать в рамках дистанционных работников, которые работают на дистанционном режиме. Как к дополнению к своей презентации, я хотел бы сказать, что есть еще второй вид дистанционной работы, который, в принципе, также не особо урегулирован Трудовым кодексом Республики Казахстан. Это надобные работники. Существует, в принципе, разница между надобными и дистанционной работой. На первый взгляд, эти понятия, в принципе, схожие, однако на практике между ними существуют принципиальные различия. Согласно статье 137 Трудового кодекса Республики Казахстан, указано, что надобными работниками считаются лица, заключившие трудовой договор с работодателем о выполнении работы на дому личным трудом, со своими материалами и с использованием своего оборудования, инструментов и приспособлений, или выделяемых работодателем либо приобретаемых за счет средств работодателя. Первое, как бы, сразу можете увидеть отличие. Если дистанционная работа, вы можете работать, в принципе, и дома, и в других местах, в кофейнях, может быть, тоже у себя дома, либо в других ресторанах, в каких-то, может, куркингах и так далее. Надобные работники работают только дома. В трудовом договоре о выполнении работы на дому в обязательном порядке должны быть предусмотрены условия о выполнении работ с использованием оборудования, материалов, инструментов и приспособлений, принадлежащих на праве собственности работнику, или же выделяемых работодателем, либо приобретаемых за счет средств работодателя. Также должны быть предусмотрены условия о порядке и сроках обеспечения работника сырьем, материалами, полуфабрикатами, необходимыми для выполнения работ. И компенсационные и иные выплаты работнику. Я тут для вас подготовил, коллеги, такую таблицу, где вы можете увидеть отличия, сравнить, в чем отличается надобная работа от дистанционной работы. В первом случае место выполнения работы, как я говорил ранее, это работник выполняет работу на дому, только дома, а в отношении дистанционной работы это может быть вне места расположения работодателя, не обязательно на дому работника. Честно говоря, вы даже можете дистанционную работу, может быть, работать даже на дому работодателя. Оборудование и средства связи. Оборудование и средства связи. Оборудование и средства связи. Оборудование и средства связи. И, соответственно, вы будете считаться как работник, просто работающий на месте расположения работодателя. Это, в принципе, у меня все, коллеги. Как мы знаем, что интерес к дистанционной работе и работе на дому возрастает каждым годом, как со стороны работников, так и со стороны работодателей. Не стоит забывать о том, что дистанционная работа и работа на дому требуют высокой самодисциплины, личной ответственности работника и, соответственно, подходит не для всех. Лично я очень долго привыкал к дистанционной работе, потому что рядом такие демотиваторы, как диван, кухня, холодильник. Во избежание таких будущих конфликтных ситуаций с работниками, между работниками и работодателем, занятых на дистанционной работе, либо на надобной работе, я рекомендую работодателям и работникам оговаривать все условия на берегу. И прописывать их в трудовом договоре о дистанционной работе или трудовой договор, который содержит о надобной работе, это явно облегчит отслеживание выполнения достигнутых договоренностей дистанционным работникам и работникам, которые работают на дому. Это, в принципе, все, коллеги, с моей стороны. Если будут у вас вопросы, я вот смотрю. Давайте, вы можете пока писать, я отвечу на вопросы, которые я не мог ответить в ходе своей речи. Так, смотрите, да, можно разделить ваш вопрос, Ирина, ваш вопрос можно будет разделить на несколько частей. Работник и работодатель, да, они заключают дополнительное соглашение о дистанционной работе, где определяют режим работы, но нет, я так понимаю, нет изменений в отношении компенсации, контроля учета рабочего времени и так далее. Тогда в таких случаях какие риски могут быть работодателю, да, то в отношении, например, компенсации, наверное, рисков нет. Почему? Потому что, раз уж это не предусмотрено в договоре, соответственно, это работник не может требовать от вас, смотря, конечно, как предусмотрено, как указано в самом договоре. Обычно, если это не предусмотрено, то работник не может требовать от вас, от работодателя компенсацию. Какие риски подписанием доп. соглашения соглашаются на тех же условиях? Ну, я так понимаю, да, в отношении контроля учета рабочего времени это должно быть обязательно предусмотрено. Если это не предусмотрено, то работник может тогда работать, ну, там, 8 часов рабочего времени, да, у нас стандартно идет. Если бы он приходил на работу на 8 часов, соответственно, он стабильно 8 часов отработал. Если он работает уже дистанционно, то он 8 часов может отработать, посредством, например, утром, да, там, с 9 до 11, 2 часа, потом делать себе обед, там, в течение, там, 3 часов последующих, а потом отработать последующие 6 часов подряд. То есть он, наверное, уже для себя идет как свободный в отношении учета рабочего времени для себя. В этой части я рекомендую вам обязательно указывать контроль рабочего времени, как это будет, то есть вы можете, будете созваниваться, если вы, Ирина, работодатель, да, как вы будете созваниваться своим работникам, который перешел на дистанционную работу, либо же вы будете постоянно с ним в скайпе, есть очень много у нас приложений, я вот знаю, что Telegram, да, вот такой аналог, как WhatsApp, Telegram можно как-то подсоединять к компьютеру, если у нас WhatsApp через WhatsApp Web подключается, Telegram как-то подключается по-своему, и когда человек садится за комп, то тогда Telegram как-то там учитывает, что вот человек сел и начинает тикать часы, да, время, сколько он отсидел перед компьютером. Это для тех работников можно будет учитывать времени, которые непосредственно работают за компом, да, может быть, айтишники, например, я, конечно, специфику их работы не знаю, но вот айтишники, они постоянно работают за компом и думают, в принципе, за компом, ну, юристы, в принципе, они не всегда, да, там, например, сидят за компьютером, они там идут, читают материалы, книги и так далее. То есть для них вот это вот именно Skype, либо Telegram, вот эта вот версия, она не сильно подходит. То есть в части контроля учета времени это такой специфичный вопрос, всегда нужно будет учитывать, какая деятельность и чем именно будет заниматься работник. Вот, я также, ну, резюмирую, вот, ответ свой, если нет компенсации, то, соответственно, работник не может претендовать на компенсацию, вот, конечно, и как это указано в договоре, в трудовом договоре у вас. В отношении контроля учета времени нужно будет это указать обязательно для вас. Это, да, это риски для работодателей. Так, следующий вопрос. Ольга Шепель, очень интересный у вас вопрос. Вспомните, как мы уходили на дистанционку весной, правительство приняло решение о введении ЧП за пару дней, а работодатель должен вручить уведомление работникам за 15 дней. Как в таких случаях быть? Да, согласен с вами, здесь, конечно, правительство нас поставило такое вот в тупик, да, так скажем, где, в принципе, мы никак не могли оперативно там, бывает, например, в компаниях, да, вот, я, где работаю в компании, у нас численность около 300-400 человек. За 15 дней, за пару дней мы бы точно не успели бы подготовить все 400, там, 300 уведомлений в отношении всех работников. И более того, в течение 15 рабочих дней мы бы не могли бы физически просто успеть со всеми заключить договоры. Здесь правительство поставило нас в тупик, но на протяжении всего времени мы были в тесной коммуникации с нашими клиентами. Ни один орган, то есть трудовая инспекция никогда не приходила и не рассматривала договоры и не давала никакие штрафы и так далее в части там нарушения трудового законодательства. Так что я считаю, что несмотря на то, что вы не перешли на дистанционную работу, то у вас сейчас есть время перейти на дистанционную работу. Я не думаю, что, то есть у вас есть жесткий аргумент, что вот правительство приняло решение, в законодательстве это так-то, вы физически никак не могли бы успеть это все сделать. Так, Салтанат Шора, Салтанат, я вот прочитал ваш вопрос, да, какие особенности, перехода экспатов в дистанционный формат работы. Ранее они работали физически в Казахстане при статусе экспатов. Сейчас перешли на дистанционный формат. Так, мы, как работодатель, продолжаем начислять подоходный налог ИПН. Обязаны ли дополнительно подмещать разницу в ИПН согласно ставкам установленных в странах резиденции? Спасибо. Смотрите, я не эксперт по налоговому законодательству, но мы можем после вебинара созвониться. Я постараюсь подключить своих коллег с налогового департамента и, может быть, они могут вам помочь в этой части. В части, какие особенности перехода экспатов на дистанционный формат работы, такой же, как и для резидентов. Не забываем, что у нас трудовой договор распространяется, там предусмотрена дистанционная работа. И сразу могу сказать, что трудовой договор, несмотря на то, что экспат будет жить за границей, то будет действовать наше законодательство, то есть трудовое законодательство. В части ИПН я думаю, что давайте после вебинара созвонимся как-нибудь, если у вас этот вопрос все еще такой существенный. Я постараюсь вас познакомить с представителем департамента налогового консультирования. И я думаю, они вам помогут. Так, я вот вижу, что вопросов, в принципе, больше нет. Салтанат, я сфотографирую ваш номер. В отношении презентации, я думаю, я могу отправить сам, но так как это на площадке Бестпрофи, я думаю, они могут вам отправить, все имейлы ваши у представителей компании Бестпрофи есть. Я думаю, в ближайшее время они вам могут отправить. Я вот больше не вижу, в принципе, вопросов. Если вопросов нет, коллеги, спасибо большое. Так, Ирина, а каков порядок выхода из дистанционной работы на нормальный режим путем заключения ДОП-соглашения? Да, Ирина, такой же переход, то есть как вы переходите на дистанционную работу, так и выход из дистанционной работы такой же. Вы заключаете ДОП-соглашение, там, до этого отправляете уведомления и так далее, и так далее. Вот, как-то так. Коллеги, спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...